дорогие друзья всем здравия тела и ясности ума сегодня вышел в эфир с коротеньким видео коротенькое видео посвящено одной единственной теме тема это основана не на домыслах не на догадках она основана на сообщениях тех конкретных людей которые являются подписчиками этого канала касается это всех и каждого я уже в предыдущем стриме немножко касался этой темы сейчас я сделал тематическую передачу для того чтобы большинство людей смогли понять простую вещь особенно касается это людей пожилых но разумеется не только пожилых потому что коммерческая составляющая у псевдо врачей она распространяется не только на пожилых но она распространяется на всех кому только можно сделать укольчик значит рассказываю вам пересказываю вам рассказ женщина я не буду называть ее имя пожилая 65 лет значит у нее заболела спина ну она обратилась к своему остеопату на спину поправил пересказываю вот как помню и пока когда спина заболела она собственно вызвала скорую помощь но чтобы и проконсультировали хотя потому что скрючил человек до этого да до этого она чувствовала себя совершенно великолепно но в общем смысл заключается в том что приехала скорая помощь составе бригад скорой помощи приехал врач мужской индивидуум мужского пола скажем так и женщина медсестра и и пока там суть да дело доктор этот чудо доктор который и приехал все время пока там что-то писала заполнял и дорожился в своей бумажке говорит вам больше говорит сделать укольчик вам сделать сделать вам укольчик укольчик вам сделать спрашивал 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 и пока он там своей бумаги утаращился, отвернулся и стал что-то записывать. Медсестра, которая собственно с этим доктором приехала, она женщине-то показывает нет, говорит, головой трясет, говорит, руками показывать не делаете. Ну тут она уже смекнула, что дело-то нечистое. Ну и, конечно, отказалась. Смысл в чем? Я думаю, большинство медиков об этом знают. Просто молчат в тряпочку. А некоторые из окна выбрасываются, некоторые с работы увольняются. Кто как? Но смысл в том, что им платят за каждую инъекцию. Причем, я так понимаю, что сейчас речь не идет о к**-то идентификации имеется в виду чуда-защита, которая компонентная. Речь идет о п*****е, так называемого гриппа, что в принципе содержит просто яды внутри себя. Именно для того, чтобы иммунная система человека деградировала. Перестала выполнять свои функции. Что началось у нее после этой прививочки? После этой прививочки до этого женщина и ходила, и дела все свои делала, никаких ни соплей, ничего у нее не было. Тут у нее и тошнота начала появляться, тут у нее и сопли ручьем из носа потекли, тут и суставы заболели, и много чего еще. От чего это случилось? От того, что она пошла в поликлинику. Она приходит в поликлинику к своему налечащему, ну, наблюдающему там врачу. А врач такой ее отвел тихонечко в процедурный кабинет, что-то ей там на уши присел, пока что-то рассказывал, или то ли в этом кабинете это было, но смысл заключается в том, что? Пока, суть до дела, ей раз и в руку-то вкололи. Чудо защита. Не спросили, надо вам, не надо вам, просто вкололи. Оставили перед фактом. Ну, вы вам что-то от гриппа сделали, и вот у нее началось практически на следующий день. В предыдущих передачах я рассказывал по поводу того, что содержится в... Чудо защита. Дорогие друзья, мы сейчас оказались в таком времени, когда доверять нужно себе или тем людям, которым вы действительно верите. Может быть, это ваши друзья, родные, родственники, которые... врачи, у которых есть еще память о том, что когда-то они давали клятву Гиппократа, хотя многие из них, я думаю, совершенно забыли о том, что кто такой вообще Гиппократ, кому они и в чем клялись. По сути своей, они клялись исключительно в доллары. Востоку, поскольку основная финансовая система, она на доле и держится. Вот кому они, собственно, клятву сейчас привнесли своим. Поэтому геноцид осуществляется в том числе и руками врагов. Вот такая вот медсестре, медсестра и доктор. Ну, хорошо, когда медсестра еще имеет понимание какое-то, хотя бы предупреждает людей. А теперь представьте, что они в сговоре. Медсестра и доктор. Какая будет высокая эффективность их действий. То есть, они будут укольчики ставить всем под видом обезболивающего, там еще чего-нибудь, неважно чего. Приехала скорая помощь, вам надо, да, мы вам сделаем хороший препарат. Все. Сделали препараты порядок, себе отметочку поставили, чудо-защита. Под роспись выдают, бутылочки, и они должны там написать, сколько они там сделали. Вот. Выполнили работу, премию получили. Я уж не знаю, сколько им там платят, но думаю, что не так много. по большому счету. Очень многие медики уволились. Порядочные люди, они просто не в состоянии дальше в этих заведениях выполнять свои функции. Поскольку туда сейчас набирают тех, кто будет выполнять не функции врача, а функции из Кулапа. Это знаете, как в гитлеровских застенках и канцлагерях из Кулапы были. То есть, те, которые не руководствуются человеколюбием в своих действиях, их больше интересует финансовая, а некоторых и научная сторона вопроса. Ну, например, что будет, если там собачке или человеку, неважно, живому существу вколоть керосинчика в вену или там еще чего-нибудь. Вот это из Кулапы. То есть, это люди не человеки. Это определенный люд. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Поэтому, дорогие друзья, эта передача для того, чтобы предупредить всех и каждого. Друзья, не пускайте ваших родителей и сами не ходите вы в эти заведения. Вы потратите времени некоторое количество. Во-первых, большинство ответов сейчас вы сможете найти в интернете. Если не можете, обратитесь к знакомым. Мы в ближайшее время, я думаю, я вам задам вопрос, хорошая идея или нехорошая. Мы постараемся найти врачей, которые уволились из этих органов именно по этой причинности. И постараемся создать консультационный кабинет на сайте, который сейчас делается, чтобы там можно было реально проконсультироваться, что делать в той или иной ситуации. чтобы не ходить на заклания в эти заведения, которые раньше, в принципе, приносили когда-то очень давно пользу. Я помню свою поликлинику, когда я был маленьким ребенком. Это была прекрасная поликлиника. Я даже помню своего педиатра, Натальи Григорьевны ее звали. Прекрасный человек. Я, будучи маленьким ребенком, с удовольствием, к ней хотел, вам не нравилось. А что сейчас? Сейчас вы сами все видите, объяснять ничего не надо. И я думаю, что эту передачу и медики смотрят, и в том числе и те, может быть, посмотрят, кто занимается вот этим делом. Поймите, дорогие друзья, душу, конечно, вы свою не продадите, но вы продали свой ум с потрохами. И будете возвращаться сюда в следующих жизнях в виде жертв. И это будет происходить, вы думаете, один раз? Нет, дорогие мои, не один раз. Это будет происходить бесконечно долго. И чем больше вы нагадите сейчас, тем дольше вы будете, дорогие мои, страдать. И эти страдания будут не в счет по сравнению с тем, кого вы сейчас убиваете. На ком вы деньги зарабатываете? На живых людях, на таких же, как вы. Вы это делаете, да, и Господь это попускает. Для чего попускает? Для того, чтобы и вы прошли свой опыт. Для чего я говорю сейчас эти слова? Для того, чтобы вы задумались. Может быть, пора оттолкнуться от тех скверных вещей, которые вы сделали, и может быть, пора подумать о противоположном. Может быть, пора подумать о том, что надо помогать, действительно помогать людям. Вы не используете эти деньги. Вы поймите, вы как ослики с морковками. Бежите за непонятными денежками, а их скоро не будет, дорогие мои. Вы что думаете? Вам позволят пользоваться тем, что вы украли фактически это не заработок. Это кровяные деньги. Так что, дорогие мои, вы можете нервничать и разбухать сколько угодно по этому поводу, но то, что вас ждет, вот это называется по-настоящему ад. Но на самом деле в аду-то вы сейчас уже находитесь. Вы себя-то внутри спросите сами перед собой, что вы делаете, когда вас чудо-защита вкалываете. Кому вы вкалываете? Ладно. Смысл заключается в том, дорогие друзья, что кому надо, тот услышит, а кому не надо, тот пройдет свой путь. И всякий путь, в принципе, он верный, он правильный. Просто у кого-то он содержит больше граблей и страданий, а у кого-то меньше. Кто-то может интеллектуально развиться и понять, что он не тело и не ум. И понять, что вселенная долговечна исключительно потому, что существует не ради себя. Врачи и военные начали забывать о том, ради кого не существует. Их забыли. И многие другие забыли тоже. Но сейчас многие вспоминают. Это называется проснуться. Мы существуем не ради себя. Жизнь слишком коротка для того, чтобы заниматься самосозерцанием и саморефлексией. Каждый делает то, что ему по силам. Сашенька Волову, у наших детей есть будущее. Будущее есть у всей планеты. А то, что люди утратили благоразумие, так это случилось давно. Просто сейчас уже критическая масса достигнута. Тут некоторые люди постоянно в комментариях ссылаются на Библию и на Иисуса. И они ничего против. Ни против Библии, ни против Иисуса, ни против Билла Гейтса, ни против еще кого-то, ни против убийц и насильников, ни против хороших и добрых. Я ни против кого ничего не имею, ибо кто я такой, чтобы судить. Но я наблюдаю. И в этом наблюдении я вижу необходимость совершения действий по сохранению людей и своего собственного телесно-умственного аппарата. Когда мы делаем с вами это без эмоций, то тогда мы принимаем самые первые и правильные решения. Каждый вправе выбрать свой путь. какую дверь он открывает. То, что мы называем темное или то, что мы называем светлое, оно существует, и оно не может существовать друг без друга, поскольку опора для света есть тьма, ибо никак иначе быть не может в дуально проявленном мире. Зачем вот эта коротенькая передачка закончена, еще раз напомню вам, дорогие друзья, сейчас такое время, когда пора забыть о походах к врачам, если, конечно, не хотите ускорить уход в тот мир. Не все врачи, подчеркну, не все врачи, есть хорошие добрые люди, как та медсестра, которая приехала с этим врачом. но как вы можете узнать, обращайтесь к своим знакомым докторам, которые вас не обманут, и все-таки напишите в комментариях относительно того, стоит ли сделать такой консультационный кабинет. Я, разумеется, приглашу тех, кто раньше работали врачами, кто уволился из этой системы, кто помнит, что такое гиппократ, что помнит, что такое помогать людям, пишите мне, вот эти люди, пишите, кто готов помочь другим людям, а мы сделаем при помощи чего, то есть виртуальный кабинет, где можно обратиться за консультацией, там просто нужны будут дежурные врачи, по разным специальностям, обращайтесь ко мне по плюс 7 4 9 9 6 38 31 84 Каждый из нас может что-то сделать, в этой ситуации, единственное неверное решение, это сидеть ровно на жопе, вот это единственное неверное решение, за всем, дорогие друзья, пойду попью кофеек, благодарю всех, кто в последнее время подписался на этот канал, пускай маленькая, маленькая, но это действительно помощь, и она существенная, я благодарю всех тех, кто прислал переводы, маленькие, большие, не имеет ровным счетом никакого значения, все то, что получено, будет потрачено во благо, за всем, дорогие друзья, всех целую, всех обнимаю, до новых встреч, пока. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие, здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok